Подразделения 18-й дивизии войска польского, 82-й и 101-й дивизии США, уже несколько недель проводят совместные учения. Не исключено, что именно эти подразделения при получении соответствующего приказа должны осуществить почетную миссию по якобы возвращению Львова. Тем временем Варшава высылает около 40 российских дипломатов. Об этом сообщает польский портал ОНЕД со ссылкой на правительственные источники. Политиков обвиняют в шпионаже. Если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России Альянса. Об этом напомнил министр иностранных дел России. Сергей Лавров отметил, что Москва не против посредничества стран Запада в переговорах с Украиной, но у России есть четкие красные линии. Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и НАТОвских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Польские представители известны своими нестандартными ходами, которые направлены на то, чтобы спровоцировать большую беду. Ну и плюс, я не исключаю, что когда они говорят о миротворцах, наверное, это имеется в виду, их граница Запад-Украина, может хотят миротворцев везти, там во Львове штаб-квартиру сделать и потом там остаться. Но почему нет? У них такие мысли витали, и не только мысли, такое было в прошлом. Политик указал на то, что весь мир, весь просвещенный Запад получил команду ФАС, чтобы ущемлять и уничтожать все русское.